Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! По тайский триумф! Гомельчанин Евгений Тиханцов выиграл золото на чемпионате мира. Тяжелоатлет стал победителем в весовой категории до 102 килограммов. В двоеборье он поднял вес в 398 килограммов. Кроме этого, 19-летний спортсмен завоевал и два малых серебра. Тиханцов стал вторым в упражнениях рывок и толчок. Напомню, ранее в апреле этого года на чемпионате Европы в Батуми тяжелоатлет также выиграл золото. На этом планетарном форуме золотая медаль гомельского спортсмена стала первой наградой в двоеборье и четвертой в копилке сборной Беларуси. В стартовом матче квалификации женского чемпионата Европы 2020 сборная Беларуси в гостях уступила команде Германии со счетом 30-40. В составе сборной отличились гомельчанки Наталья Котина – 7 заброшенных мячей, Екатерина Селицкая – 6 мячей и Ирина Дронова – 1 мяч. В воскресенье 29 сентября команда Томожа Чаттера сыграет со сборной Словении в Минском дворце спорта Уручье. Игра начнется в 15.30. Телеканал «Беларусь-5» будет вести прямую трансляцию. Завершился 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский шахтер с Городеей разошлись без голевой ничьей. Мозорская славя принимала на своем поле Витебск. Красно-черные минимально уступили гостям. Единственный гол забил витебчанин Антон Матвеенко. По результатам этого матча славя находится на 13-й строчке. Напомним, ранее эти матчи не состоялись. Причина переносов – участие белорусских футбольных команд в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Сборная Гомельской области по баскетболу начинает новый сезон. Первый матч состоится 28 сентября. Соперником нашей сборной станет резервный состав «Цмоки Минск». Пока же игроки презентовали новую форму в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Во время мероприятия начальник управления спорта и туризма обл. исполкома Денис Езерский выразил надежду, что спортивный сезон 2019-2020 станет успешным для команды. В Гомеле проходит областное первенство Беларуси по мини-баскетболу. В турнире участвуют девушки 2007-2008 годов рождения. Во властной центр приехали пять областных команд и столичная дружина. Бороться за победу баскетболистки будут на протяжении пяти дней. Итоги подведут в воскресенье. Победительницами и призерами станут те спортсменки, у кого будет больше баллов по итогам всех матчей. Сегодня идет второй день соревнований. Вчерашний день показал, что наиболее хорошо подготовленная команда – это команда города Минска, команда сборная Гродненской области и Гомельской области. Они обыграли своих соперников с очень большой разницей. И я думаю, что между ними и развернется борьба за первое-третье место. Это первый еще просмотр этого возраста. Это для них первые такие соревнования. Могу сказать, что Гомельская область представлена девочками из Гомеля, из Речицы и Светлогорска. Поддержать команды можно во дворце игровых видов спорта. Завтра матчи стартуют в 11.30, в субботу в 11.00. В заключительный день соревнований стартовый свисток прозвучит в 9.30. По завершении всех игр пройдет награждение. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.